Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите о ситуации на сегодняшнее утро. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия на территорию Республики введен режим повышенной готовности. Характеризуя ситуацию на настоящий момент, необходимо обратить внимание на то, что Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия зарегистрировано 70 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 35 случаев зарегистрировано в городе Якутске, в Жиганском, Мегино-Кангаласском и Чарапчинских улусов по 5 случаев, в Ленском районе 4 случая, в Верхоянском и Амиконском в нашем северных районах по 3 случая, в Абыйском, Алданском, Булунском, Намском, Хангаласском по 2 случая. Управление Роспотребнадзора совместно с учреждением Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия выявило все ближайшие контакты, которые изолированы. На настоящий момент у нас по всей территории Республики наступил эпидсезон, связанный с гриппом и ОРВИ, в связи с чем количество вызовов на наши соответственные учреждения здравоохранения, в том числе и на скорые помощи, оно значительно увеличено. Поэтому нами принято решение, с завтрашнего дня дополнительно выходят еще студенты ординатуры, которые непосредственно будут оказывать помощь, в том числе по работе, для разъяснения гражданам алгоритма действий в случае, если выявлены признаки клинические ОРВИ или иной какой-то инфекции, в том числе и коронавирусные. Безусловно, мы сегодня все находимся в состоянии тогда, когда нам хочется срочно сходить сдать анализ самим. У нас есть даже некоторые граждане, которые считают, что кроме анализа нужно сдать и обследование на компьютерной томографии. Я хочу обратить внимание, это все медицинские процедуры. И назначаться они должны непосредственно только при наличии рекомендаций доктора. Поэтому также продолжаем работать в том же режиме. В доме нужно находиться, если есть клинические признаки, связанные с подъемом температуры, с кашлем. Соответственно, ограничить свой приход на рабочие места, вызвать скорую помощь в случае, если в течение трех суток у вас не будет понижаться температура. Ковид не отменяет другие острые респираторные наши заболевания. Безусловно, их сегодня рви и гриппа становится меньше. И причиной этого уменьшения является то, что мы практически все с вами начинаем ходить в масках. А ведь они спасают не только от коронавируса, но и от гриппа и от рви. Всего у нас за прошедшие сутки проведено почти 4 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию. Лаборатории сегодня работают практически все круглосуточно для того, чтобы обеспечивать непосредственно, прежде всего, тех больных, у которых температура. Поэтому возникают у нас различные моменты, связанные с тем, что достаточно большое время, значит, некоторые ждут результата своего анализа. Доктора четко сортируют непосредственно наши сотрудники анализы, которые приходят первичными, являются анализы тех, у кого есть клиническая картина того или иного заболевания. Кроме того, сегодня на базе одного из наших медицинских учреждений была поставлена первая вакцина от коронавирусной инфекции нашим медицинским работникам, которые непосредственно работают с короной. Доброе утро.